30 апреля 1945 года начался штум здания Рейхстага. Первым на его фасаде красное знамя установил наш отважный и храбрый предок, лейтенант Рахим Жан Кошхарбаев. На фронт Рахим Жан Кошхарбаев просился еще с начала войны, но его не брали из-за возраста. В 1942 году он был принят в стрелковый полк города Кокчетав для прохождения военной подготовки. В 1943 году, после окончания Тамбовского военного пехотного училища, 18-летнему Рахим Жан Кошхарбаеву было присвоено звание младшего лейтенанта. В личном документе о нем написано так. 1924 года рождения. Казах. В рядах Красной Армии с 1942 года. На фронтах не участвовал, наград не имеет. Политически развит. Учебную программу усвоил. На стажировке показал организаторские способности и волевые качества и получил отличную оценку. Дисциплинирован, требовательен к себе и подчиненным. Физически развит, в походах вынослив. К делу относится добросовестно. Активно участвует в комсомольской работе роты. С товарищами общителен. Пользуется популярностью среди курсантов. Может быть командиром строевого взвода. Так был охарактеризован наш казахский Батыр. Если говорить о штурме Рейстагна, то согласно журналу боевых действий 150-й стрелковой дивизии, 14 часов 25 минут 30 апреля 1945 года, лейтенант Кошхарбаев и рядовой Булатов по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг. Также военный корреспондент и писатель Борис Горбатов в статье литературной газеты от 18 декабря 1908 года с восхищением и гордостью писал. В самом деле пора уже перестать сравнивать воинов нашей армии с орлами и беркутами. Какой беркут может сравниться с казахом Кошхарбаевым, который на моих глазах вместе с другими товарищами водрузил знамя победы над Рейхстагом. Чтобы показать такого героя, нужен совсем иной поэтический строй, иные образы, иная поэзия. Вот таким описывали нашего казахского героя. Это был наш 20-летний Батыр. Лейтенант Рахимжан Кошхарбаев и рядовой Григорий Булатов за этот героический подвиг были представлены к званию Героя Советского Союза. Но, к сожалению, им было отказано. И они были награждены только орденом Красного Знамени. Через пару дней, когда Берлин был полностью взят, уже не под свист пуль и не под грохот снарядов, а просто в мирной тишине на камеру было снято, как Михаил Егоров и Мелитон Кантария устанавливают знамя на Рейхстаг. Тут важно отметить, что красноармейцы Егоров и Кантария не присваивали заслуги Кошхарбаева и Булатова. Это было решение Верховного Командования Советского Союза. В конце этой истории хотелось бы сказать, казахский народ всегда помнит своих батыров. Да, СССР давно уже нет, но Рахимжан Кошхарбаев и Григорий Булатов навсегда останутся в наших сердцах настоящими героями.